Вот о том, насколько все быстро сейчас происходит, мы видели один Рамштайн, видели, наконец-то Германия сказала, что да, танки будут давать. Даже новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину, что очень интересно, пока неизвестна дата. Уже следующий Рамштайн, мы знаем, будет 14 февраля. В общем, как вы оцениваете скорость этих поставок, и можно ли говорить, что действительно сейчас Запад как никогда объединился, спустя, к сожалению, 19 месяцев войны, но все же лучше поздно, чем никогда. И можно ли сейчас говорить о том, что вот сейчас тот момент переломный, о котором много говорили в разведке, что сейчас реально нам все дадут, все мы увидим в ближайшее время на поле боя, и, в общем, победа близко тогда получается. Ну, насчет прям быстро все дадут, я не знаю. Это будет зависеть от того, насколько там быстро все это пойдут, эти поставки. Пока там какая-то не очень понятная история с Абрамсами. Вроде они их дают, а вроде и дают, но попозже. И вроде они их собираются заказывать у промышленности. При этом у них на складах стоит там тысячи три, по-моему, этих Абрамсов, там всяких разных, плюс они есть в Европе. Да, то есть, ну, на европейском театре есть там американский же контингент вместе с этими Абрамсами. То есть, это не очень понятная мне история. С другой стороны, я довольно часто говорил об этом раньше, что Запад ведет такую психологическую игру с Россией. В том смысле, что мы оружие не даем, наступательное оружие не даем. Вот мы тут все думаем, что-то тут как бы совещаемся, а вот мы боимся эскалации ситуации, а под эту дудку как бы вам оружие-то все равно поступало, и в довольно таких приличных количествах. Вот, то есть, возможно, это часть вот этой игры. Да, Запад по-прежнему продолжает городить эти заявления о том, что вот мы там потом дадим, нам там надо посовещаться, а в этот момент эшелоны с Абрамсами и Брэдли уже замечены в Польше, недалеко от украинской границы. Тоже как-то вот плохо вяжутся эти факты, да, между собой. Поэтому в смысле консолидации на Западе тут, конечно, вопросов нет. Запад сейчас консолидирован как никогда, Запад един, сложилась такая откровенная вообще коалиция уже, такая настоящая, да, во главе с Соединенными Штатами. И эта коалиция намерена дать Украине возможность победить. Украине для победы нужны инструменты. Мотивации выше крыши не хватает оружия. Вот это оружие Запад собирается поставить. Советские запасы там уже, конечно, исчерпаны, поэтому сейчас речь идет о начале поставок именно западного оружия. Следующий Рамштайн, как вот все называют, будет авиационный. Вот, самолеты есть. То есть, в общем, посмотрим, как тут будут развиваться события. Вот, мне кажется, что мы на пороге, да, какого-то такого вот прорыва, который пока не очень заметен, ввиду того, что вот там линия фронта относительно стабильна, там бои идут тяжелые, не очень понятно, как там все происходит. Поэтому, мне кажется, надо подождать просто немножко, и тогда станет понятно. Что ж, ждем, конечно, с нетерпением. Еще бы о том поговорила, что происходит там в России. Сейчас есть информация, что издание «Медуза» пишет, ссылается на местные СМИ. Там Путин на неделю с 30 января по 5 февраля должен посетить Волгоград. Якобы в честь празднования 80-летия Победы в Целинградской битве. Ну, что интересно, пишут в СМИ, что еще с ним будет Пригожин и Кадыров. Очень интересное трио получается. Как думать, что там сейчас на России происходит? Как, в общем, мы видим реакцию, да, на все эти поставки оружия, как бесятся провагандисты. Но, в общем, не тем ли занимается сейчас Путин? Может, чем другим надо заняться, а не вот такие вот поездки устраивать. Как вы ему посоветуете, чтобы он занялся тем, чем нужно, да? Да не, на самом деле я уже не особо обращаю внимание, чем он там занимается. Ну, ездит он куда-то там, к линии фронта он, понятное дело, не приближается. Там самая ближняя точка – это Ростов был, насколько я знаю. И то не факт, был ли он там в том Ростове, или это была где-нибудь постановочная съемка, там в каком-то подвале, никто этого не знает. Поэтому, кто с ним там ездит, этот Пригожин, Кадыров, все это неважно абсолютно. Важно тут другие вещи. Будет ли там мобилизация вторая волна, но я хочу сказать, что она уже идет. Просто они не будут объявлять официально, потому что… Ну, говорят, что и не заканчивалось первое. Да, да, именно так и есть. Там она немного притормаживалась из-за того, что призыв на срочную службу шел. Ну, а это, по сути, была та же самая мобилизация, поскольку все эти срочники, понятное дело, поедут воевать в Украину. Вот, поэтому эта мобилизация будет, но еще раз говорю, неофициальная, потому что предыдущее вот его объявление частичной мобилизации там довольно сильно сказалось на его рейтинге. А он же больной насчет рейтингов там совершенно. Вот, вот у него вообще ничего не волнует, по-моему, кроме его рейтинга. И поэтому эта мобилизация будет, будут набирать людей. И какие он там задачи поставил, я не знаю, но вот, судя по происходящему на фронте, как мне представляется, задача там поставлена Герасимову к весне захватить Донбасс. То есть Донецкую и Луганскую области. Даже март говорили. Окупировать. Ну, март – это уже весна, в общем, фактически. Поэтому посмотрим, как там будет дело. Понятно, что он от своих планок не откажется, потому что, как я уже тоже много раз говорил, пока он живой, эта война будет продолжаться, а пока эта война продолжается, он будет живой. Вот, собственно, вот примерно так это и обстоит. Говорили много, кстати, о закрытии границ, но мне кажется, что, наверное, Путин пока на это не решится. В связи, если он реально боится потерять какие-то рейтинги, которые уже окажутся ниже Плинтуса, кто-то ему еще верит. Вот закроет границы или все же такой шаг невозможен сейчас? Да нет, все возможно. Ну, кто же мог подумать-то еще пару лет назад, что такой кошмар приключится. Все возможно. Опять же, они же могут это сделать не очень официально. Они могут запретить выезд мужчинам. Причем не делайте это вот путем официального объявления. Вот что мы сейчас, вот Госдума принимает закон о запрете выезд мужчин до 45 лет за границей. Нет, конечно. Просто их будут на границе разворачивать. Вот и все. А пограничники там будут брать, значит, с них денежку, поскольку открываются шикарные финансовые перспективы тогда у них. Как у военкомов в период мобилизации и так далее. Поэтому я думаю, что если ее и закроют, то вот таким вот тихим образом, там женщины, дети, пожалуйста, выезжайте там, отдыхайте, куда можете доехать, конечно. Там куда, я не знаю, они там еще летают в Турцию, наверное, там вот туда. А мужиков просто перестанут выпускать. И все, без какого-нибудь разрешения от военкомата. А военкомат будет эти разрешения продавать. И всем будет вообще хорошо.